Для того, чтобы проинформировать население о состоянии уличной дорожной сети, дорог, улиц, тротуаров, дворов, многоквартирных домов на территории Кингисепского городского поселения, традиционно у нас начинаются работы массово с времени, когда наступают положительные температуры наружного воздуха, это апрель-май. В апреле, кстати, еще будут у нас закрыты дороги на так называемую просушку, оттайку, когда домные слои отходят, и тяжеловесный транспорт запрещен к движению и по региональным, федеральным дорогам, в том числе по территориям Кингисепского городского поселения. Исключение составляет только определенный небольшой круг кучи, которые перевозчики должны будут оплатить за то, что они дополнительную плату в бюджет, если им придется в этот период пользоваться большогрузным транспортом. На сегодня мы уже отмечаем, что часть дорог приходит в ущербное состояние, появляются на дорогах ямы, мы это все отслеживаем. И всю зиму у нас подрядчик работал при уборке снега, также он отрабатывал те замечания, которые у нас выявляли и население, и мы сами на дорогах. Мы работали холодным асфальтом и асфальтовой крошкой подсыпали ямки. Асфальтовая крошка, сразу скажу, это недолговечная технология, но в случае, если другой технологии не применить и до более серьезного ремонта, она применима. Итак, у нас на этот год запланированы ремонтные работы. Мы понимаем, что наиболее важные маршруты требуют наиболее важного внимания. В прошлом году у нас было отремонтировано Криковское шоссе с начала до конца. Улица Воровского находится, это крупные магистрали в городе, находится в удовлетворительном состоянии. Улица Октябрьская выполнена наполовину до торгового комплекса «Норд». Далее мы планируем этот ремонт в текущем году, в 2016-м, я об этом остановлюсь немножко позже. Но наиболее проблемное, это у нас улица Жуково, проспект Карломарса. Планируем выполнить ремонт картами на участке от площади Николаева до улицы Воровского. Здесь состояние асфальтового покрытия в более-менее удовлетворительном состоянии. А вот дальше от автостанции до площади, до Кольца, до перекрестка с Криковским шоссе. Мы там планируем картами выполнить ремонт. Кроме того, в плохом состоянии находятся 4-5 проезды. Это промышленная зона. У нас там большое движение большегрузного транспорта, интенсивное дорожное. Поэтому при условии достаточного финансирования 4-5 проезда мы тоже обратим внимание. И это уже второй, так скажем, приоритет, не в первую очередь. Мы планируем тоже сделать. То есть улица Жуково и проспект Карломарса это первая очередь. Из того, что мы уверенно можем сказать в этом году, мы планируем за счет средств местного бюджета выполнить окончательно ремонт улицы Октябрьской. Это до пересечения с улицы Жуково от того места, где мы завершили в прошлом году. И таким образом вся улица Октябрьская будет отремонтирована. Нарское шоссе. Это на въезд город со стороны Ивангорода. Мы кусками ее ремонтировали прошлые два года. В этом году хотим выполнить ремонт от так называемого Сланцевского перекрестка до поворота на улицу Объезжую. При этом планируем устроить тротуар. У нас много жалоб от населения, которые передвигаются по этой улице. И они вынуждены ходить по краю проезжей части. И надеемся, что финансы нам позволят в этом году завершить строительство тротуара до конца улицы. Значит, однозначно можно сказать, что вторая линия – это от перекрестка возле водонапорной башни на улице Жуково и внутрь жилого микрорайона. Улица в очень плохом состоянии. Вот по ней мы уже получили подтверждение из областного дорожного комитета. Софинансирование у нас торги по этой улице пройдут ближайшие две, наверное, недели. Но вы знаете, что у нас торги, к сожалению, процедура долгая. Примерно до подписания контракта проходит 40 дней. То есть порядка 20 дней сначала на аукционную процедуру, а потом от 10 до 20 дней на подписание контракта, если еще никто не обжалует итоги в антимонопольной службе. То есть это довольно затратная по времени процедура. И мы, к сожалению, от начала, когда мы видим деньги в бюджете, что они имеются, до подписания контракта и начала производства работ на дороге у нас проходит, ну, там, бывает по месяцу или по полтора-два максимум. Так вот, кроме второй линии мы планируем приступить к ремонту улицы Строителей. Значит, улица Строителей у нас находится на краю вновь строящегося микрорайона номер 6. Этот микрорайон, частично уже жилые дома вводятся в эксплуатацию. Строительный торт-трест номер 3 недавно ввел дома. Аэртедачная сейчас завершает все процедуры и должно в ближайшее время получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Вот. И, ну, по моим данным. Значит, и получается, что у нас вокруг этого микрорайона продолжение улицы Восточной. Мы планируем в этом году выделить средства на проектирование улицы, чтобы она соединила вокруг этот микрорайон с Криковским шоссеем. То есть у нас рядом с поворотом на кладбище Криковское шоссе появится перекресток еще один. И у нас улица Восточная. Тем самым замкнет микрорайон номер 6. Ну, там еще два участка внутри этого жилого микрорайона. То есть проектирование в этом году мы планируем начать и завершить, для того, чтобы на следующий 17-й год запланировать уже само строительство улицы Восточной и Криковичной. У нас опасения немного вызывает мост, примыкание больше даже, так скажем, моста. Это здесь продолжение площади Николаева с выходом на Нарское шоссе через... Ну, основной это муниципальный мост. В принципе, его состояние удовлетворительное, но отдельные элементы требуют более внимательного обследования. Поэтому мы нанимаем специализированную организацию на оба этих объекта. И по итогам мы уже будем принимать проектное решение и принимать решение, о каком ремонте идет речь, капитальном, текущем. То есть это покажет обследование. Кроме прочего, я бы хотел остановиться на дворах в благоустройстве. Дворы у нас в этом году получат софинансирование. В основном это будут дворы, которые, ну, так скажем, разбиты, в плохом состоянии дорожное покрытие. Будем советоваться с депутатским округом, с теми пожеланиями, которые уже были высказаны. Есть дворы, которые уже и собрания провели, и какие-то даже деньги определили между собой, что могут долевое участие осуществить. Это не обязательно. Мы будем своими деньгами, которые из местного бюджета выделены, руководствоваться. Поэтому есть адреса. Пока я не могу сказать однозначно про дворы, которые получат ремонт. Но часть из них это те, которые в прошлые годы провели работу определенную, и пока финансирования не было. Вот спасибо, значит, у нас руководство выделило в этом году деньги. И мы планируем продолжить ремонт дворов. В прошлом году мы тоже два двора делали за счет областных денег. Но вот в этом году из местного бюджета. Если мы выберем двор в этом году на ремонт, мы не будем требовать с населения 5% или другой какой-то цифры софинансирования. Этого условия нет. Вот я хочу сказать. Если двор, к сожалению, не попал в наши планы по финансам, то законодательством не возбраняется управляющей компанией самой провести этот ремонт. Тем более, что иногда ходят вокруг ямки, которая там 2 квадратных метра, несколько лет подряд. А то, что ремонт стоит примерно 2 тысячи рублей на 2 квадратных метра, как итогово 4 тысячи рублей, ну, с многоквартирного дома, поверьте, не такие суммы собирают для ремонта других элементов. И это реально сделать силами управляющих организаций. Мы планируем сделать в этом году, приступить к новой для нашего города разметке в пластике. Пластик, он сам по себе дороже, чем разметка в краске. Но если брать 2-3 года срок службы пластика, то на квадратный метр, на единицу времени, он получается даже дешевле, чем разметка краской. Но тем более, у нас есть постоянная претензия от ГИБДД в части того, чтобы разметка была круглогодичной. У нас, к сожалению, в начале сезона, мы когда делаем разметку, то она служит по ГОСТу половина года, так скажем. И к зиме уже приходим к тому, что ее поздно наносить разметку, и ее практически нет, она истирается. Поэтому термопластик, он более долговечный. Мы в этом году планируем те участки улиц, которые не требуют капитального ремонта, недавно были отремонтированы, и те, которые с наибольшей интенсивностью движения. Там делать разметку в пластике, и плюс пешеходные переходы, которые тоже вызывают со стороны ГИБДД. Да и мы, безусловно, отдаем этому отчет наиболее, так скажем, перепятное отношение в целях безопасности дорожного движения. У нас пешеходных переходов очень много. На год у нас был выделен 1 миллион рублей в этом году, как и в прошлом, на разметку. Мы ее могли потратить на только краску. Но вот с тем, что я назвал, это последний городской совет депутатов, который был несколько дней назад, добавил нам средства на дорожные работы. Все, о чем я сказал, мы собираемся за счет этих средств, в том числе, увеличить финансирование на пластик, на разметку, чтобы использовать технологию нанесения термопластика. То есть наиболее интенсивное движение, пешеходные переходы на больших улицах, магистрали, мы планируем сделать пластиком, чтобы она была круглогодичной и визуально воспринималась водителями в любое время дня ночи. Мы будем стараться как можно больше дворов привести в нормальное состояние. И там, где мы уже провели ремонт, и получается, что раньше, когда не было ремонта, у нас бордюрный камень, он же называется в Санкт-Петербурге, парильник, да? Бордюрный камень, он занижен был, и со временем люди смогли заезжать на зеленую зону. Когда мы сделали его высоким, туда вообще стало не заехать. Но это нехорошо, поэтому мы там, где это по законодательству допускается, мы постараемся вот в этом году побольше сделать ремонт от дворов с устройством парковок. В этом году мы очень хотим отремонтировать вокруг Большая Советская дом номер 7. Это отдельно стоящее здание на подъезде к Дю США. У нас очень много приезжает спортсменов, делегаций из других городов и даже стран. И подъезд к Дю США мимо, ну там в свое время было 5-е дом управления, находится кабельное телевидение. Единая Россия. Есть партия там, есть объект культуры, молодежный центр. Вот эту площадь уже много лет мы пытаемся, ну так скажем, выделить средства, ремонтировать. Сметы есть, архитектура прорисовала у нас, как у нас будет выглядеть конфигурация дорожки, тротуары, где будут люди, где будут автомобили ездить. Поэтому мы хотели вот этот, ну по сути дела, центр города, рядом с исторической частью. Если у населения появляются какие-то сведения о нарушении асфальтового покрытия по улицам, то милости просим обратиться в службу заказчика, муниципальное казенное учреждение, которое на праве оперативного управления владеет у нас улицами, дорогами по городу Кингисеппу и также по району районного значения. И традиционно нанимает подрядные организации на их обслуживание. Поэтому те сведения, которые у людей появляются, Сергей Арнольдович, директор службы заказчика рядом, доведет информацию о каналах связи. Телефон, интернет, можно присылать фотографии, можно текстовые сообщения. Мы будем все-таки учитывать в своей работе. Эта улица относительно небольшая, порядка 200 метров всего, но полностью разрушено дорожное покрытие. Вы можете наблюдать просадки, выбоины, разрушение бортового камня, разрушение тротуаров. В этом году планируется совместно с финансированием областного бюджета Ленинградской области произвести ремонт этой улицы на все мое протяжение. Соответственно, ремонт покрытия, бортового камня, тротуара. Я надеюсь, что эта улица уже летом порадует нас своим новым покрытием. Скажите, пожалуйста, выделены в этом году средства на дорожные работы. Как контролируется вообще качество работ? Будут класть асфальт, чтобы на следующий год будут те же самые оставаться ямы и опять же будем вкладывать на деньги? Все работы, которые производятся с софинансированием из бюджета Ленинградской области, контролируются управлением строительства Ленинградской области, выделяется передвижная лаборатория, специалисты. Лаборатория оборудована всеми необходимыми инструментами, в том числе и разрушающими методами контроля, то есть произведение, отбор керна из готового уже покрытия, замерова толщина, химсостав и лучший параметр. Ну а у нас в районе есть вообще такая комиссия, которая проверяет именно качество? То есть она создается по приемке, допустим, вот улицу сделали? Обязательно, непременно все работы, значит, принимаются комиссионно, в том числе с привлечением специалистов соответствующего профиля и с инструментальным контролем. Ну можно надеяться, что в этом году, который будут отремонтированы дороги, в следующую весну не будем опять их ремонтировать. Может быть так?